Шит-хип-пенес, распространённое английское сленговое выражение, означает что-то, что произошло без каких-либо причин и не по вине того, с кем это случилось. Википедия. Господи, шит-парад, программа такая новая, про разные необычные ситуации в танках, когда дерьмо случается, шо непонятного. Луа. Гриль-бейсболист. Монтигора хрен раздавишь. Чебурашка, фугас в зубах. Тайп-4 фрага. Непобедимый КВ. Открывает наш парад вебейровского произвола случай, который произошёл с игроком Суперрак Н1 на карте Границы Империи. Взял он свою ЛТ-432 и поехал на гору за насветом. Да вот только на его беду туда же приехал Альфа-мачо из команды Красных. Рассудив, что одного насвета на двоих не хватит, Суперрак спихнул вражескую ёлку со скалы и, оправдывая свою нику, стремился вслед за ним. Шит ситуации в том, что 432-й разбился первым, но своим трупом придавил противника, чем и позволил союзному АМБТ поставить точку в этом безобразии. На девятом месте Океан-81 на ШТПК, с которым случилось не то чтобы дерьмо, но и приятно эту ситуацию назвать трудно. Отыграв половину боя, разменяв половину своего ЛХП по неплохому курсу, ШТПК окопался за камнем. И вот тут случился шит. В тишине чата прозвучал истошный крик. Помогите! Позади нашего героя обнаружилась шведская ПТ, беспомощно лежащая кверху лапками. Водитель стервы с редким ником Вася печально сообщил в чат, что он перевертыш. Кстати, чувак походу реально давно играет, раз смог такой ник застолбить. И вот тут Океан-81 совершил критическую ошибку, проявил сострадание и поехал спасать союзника от гибели. Запомните! Никогда не пытайтесь перевернуть шведскую ПТ. Это невозможно! Нужна! Невозможно и всегда плохо заканчивается. Так вышло и на этот раз. Промучившись больше минуты, ШТПК решил бросить это бесперспективное занятие, попрощался со стервой и поехал в кусты. Умирающая ПТшка написала «Та сё уже!» И максимально грустно взорвалась. А союзный фраг записали на счёт Океана, как на последнего, кто прикасался к жертве. На восьмом месте у нас курьёзный момент, который и дерьмом назвать-то трудно, но раз уж оно случилось, то мимы мы не пройдём. Игрок под ником Фаустпатрону оседлал гриля и встал на привычную полку линии Маннергейма. Напротив него вскоре обозначилась ИСушка, в которую гриль героически не попал. Не попал, а потом поднял вверх ствол, как бы демонстрируя его длину и своё превосходство. И в этот же момент от ИСУ прилетел снаряд. Точно в ствол. Седьмое место занимает дуэль между Мантикорой и Бабахой. Дело было так. Сёма Аландер изо всех сил светил своей команде. Из одних кустов, из других кустов, из-за бункера, из канавы. В середине боя он вспомнил, что у него есть снаряды и начал наносить фраги и делать урон. Заметив в руинах заблудившуюся Бабаху, Сёма рванул к ней. И вот тут случился экшен, переходящий в какое-то дерьмо. На всех парах Сёма врывается на вражескую ПТ-шку, берёт на автоприцел тонкий борт, стреляет фугасом и выбивает скромные 82 урона. Бабаха успевает развернуть башню и от всей души засаживает своим огромным снарядом по маленькой ЛТ-шке и не пробивает. Пока заряжающие обоих танков лихорадочно запихивали снаряды в орудие, мехводы решили, что настало их время и пошли на таран. Точнее, на таран пошла Бабаха, зная, что жить ей остаётся пару секунд. Ей удалось наехать и полностью подмять под себя танк противника, но очков прочности не хватило, и Мантикора просто проползла под трупом. Кстати, почти сразу после этого Сёма Аландер прикончил и вторую Бабаху, оказавшуюся последним танком в команде Красного. Дерьмо случилось, но случилось в пользу Мантикоры. Победа! На шестом месте в нашем шип-параде история о том, как ЮМОМ НАМБЕР ВАН на тайпе в бой вышел, людей посветить и урон показать. Светил он не так, чтобы очень, а вот стрелял увлечённо, да так, что к концу боя в боекомплекте оставалось всего четыре снаряда, которые ушли на вражескую пополамку, которая вероломно захватывала базу зелёных. И тут кончились все патроны! Тайп добил супостата последней пули и отчитался в чат, что за крома опустили. На табло совершенно неприятный счёт, а из союзников остались лишь Шкода и шведский ПТ-задродуш. Пришлось тайпу вспомнить о своей роли и ехать на разведку. Довольно быстро обнаружился и закончился вражеский ПТ-вод, а тайп бросился в погоню за ускользающим Кромвелем. Спустя некоторое время и количество тыков по карте, КВ наконец-то поняла, что от неё требуется, и выдвинулась в сторону противника. Тайп изо всех сил пересвечивал не самую умную вражескую арту, но вот добить коричневого было нечем. А союзный ПТ-вод преодолел лишь половину пути. И тут со стороны города подоспела Шкода. Подоспела, засветила Кромвеля, доела Кромвеля, дала пару шотов во рту, обнаружила БЗ и успешно закончилась. Парни остались два в два. По счастью, ИКВ уже приехал на холм и добил арту, а чуть позже тайп пересветил одинокого тяжа, который пал жертвой шведского снаряда. Ребята ещё успели принять друг друга во взвод, благодаря чему получили медальку «Братья по оружию». Пятое место, и мы поднимаем накал драмы. Все мы знаем ситуации, когда не летит. Ты вроде бы всё делаешь правильно, а Угрон ну никак не желает выходить. Так вышло и в нашей пятой истории, где игрок под ником «Неспеша в ангар» попал на рудники, управляя девятой стервой. Первый пристрелочный выстрел по бачату прошёл мимо. Ну, бывает, бачат быстрый, попасть непросто. Далее в простреле показался мягкий и вкусный Самуа СМ, чья башня в шведском прицеле светилась зелёным чуть менее, чем полностью. Несмотря на это, два подкалибера выдали отрицательное пробитие, а третий прошёл мимо. Спустя несколько секунд наглый Самуа показался вновь, что принесло рикошет. Для разнообразия. И ещё одно непробитие вслед за ним. Далее снаряд срикошетил от итальянского тяжа, не попал в броню Вазика, рикошетнул от него же, промахнулся по ТВП на острове, и, о боже, наконец-то придётся результат в виде фрага и аж 168 единиц урона. Казалось бы, жизнь начала налаживаться, но лишь от слова «лажа». Промах по итальянцу, по Вазику, ещё раз по Вазику, попадание с критом в ствол коню, промах по Бачату, крит по Проджетто, промах по Проджетто, рикошет от Чеха, засвет, промах по итальянцу, потери половины ХП, непробитие Вазика, рикошет, объект, ангар. Хочешь сказать, что Бог спустился с небес и остановил пули? Вот именно, Бог спустился с небес и остановил все пули. Четвёртое место и короткая история. Центурион, ах, под управлением игрока Квантум, раздавал урон с горы на Прохоровке. Ну, не то, чтобы прямо раздавал, но пытался, а не делал вид. Правда, в процессе этого он проспал союзный вкат в попытке гору отжать, в результате чего Лис и Колебан полегли в неравном бою, пока другая пара разумистов решила пройти низом, но это уже детали. Центурион ковырнул для разнообразия Удаса, чтоб тот не скучал, а после выдал неплохую серию попаданий в ПА-тижан на центре карты. Воодушевлённый двумя с лишним тысячами урона, наш герой пришиб нерешительного шведа, пнул под зад в сторону ангара неосторожную арту и решил спуститься вниз к воде. И вот тут случилось то, что должно было случиться для попадания в наш топ. Как и написал сам игрок в реплее, случилась физика. Неловкое приземление после небольшого прыжка обошлось ему 1615 хп. А именно столько у СТ-шки оставалось перед столкновением с землёй. Почти на фулку. Третье место и бронзовая медаль с коричневой начинкой достается Сергею Сивантинову и его ЕБРу. Попав на границу империи, Сергей рванул к центру, где не засветил никого кроме себя. Тактически переехал, засветил самого себя повторно, получил колесо от минотавров, ствол от бабаки, ну а дальше чемодан, фугас, ангар. Вражеский ГВЕ-100 не повлиял на 1300 хп, которые были у Сергея с собой. Второе место и забрызганное серебро по праву получает игрок по имени Мурзилка. На своём Т-29 он отказался от топовой пушки в угоду быстрому КД и отправился на СТ-направление разрывать слабеньких низкоуровневых врагов. И поначалу всё шло по плану. Шот в Тайпа, шот в ВК, броня держит, жизнь весела и прекрасна. Но в красной команде было сразу два леворуких артовода, которые пролили на американца настоящий коричневый дождь. Мурзилка сопротивлялся как мог и даже забрал ВК-шку, но ничего не смог противопоставить летящему с неба Калу. Бой закончился потерей танка и уважение к разработчикам. Полное дерьмо. Ну а теперь победитель нашего сегодняшнего выпуска первое место и танк КВ-222, именуемый в народе розеткой под управлением игрока, именуемым в народе Дед Ракал из клана Аврал. По окончанию отсчёта, не теряя времени, Дед Ракал устремился к въезду на гору, где без помощи союзников разбил лицо 34-ки. Далее он лишил команду красных неосторожного штуга и кваса с мамкиной зарплаты, вернулся на горку, где спугнул из гнезда только что вылупившегося Ковенантера. Спустился вниз, выбил немного дерьма из ещё одного штуга, не успел откусить кусочек Матильды и бросился в сторону родной базы. Здесь он повторно прогнал Ковенантера и в честной дуэли сжёг ПЗ-Б2. Вот только беда была в том, что союзники на тот момент уже закончились и КВ-шка осталась против двух артоводов Светляка и ПТ, имея в активе лишь половину прочности и медаль Колобанова в перспективе. Тут дед Ракал решил внять советом в чате и затаился за камнем, тем более что попытки высунуться приводили к немедленному засвету и коричневым подаркам с небес. За три минуты до конца враги начали захватывать базу и тут уже КВ-шка была вынуждена действовать. Памятный Ковенантер обнаружился прямо под носом у советского тяжа, за что и поплатился. Не теряя времени, дед Ракал рванул вниз к базе, где сквозь кусты, за секунду до катастрофы разглядел арту и успел сбить захват. Два выстрела, таран и база спасена. А через мгновение случилось чудо, оставшийся в живых ПТ-вод на все деньги навернулся с полки. Минута до конца боя. КВ бесконечно медленно едет к респу противника. Наблюдавшие за драмой зрители в чате уже потеряли всякую надежду. 10 секунд. И вот она арта. КВ успевает повернуть башню, взять на автоприцел, выстрелить. Попадание. С поджогом. Секунда до конца. Не догорел. Буквально секунды не хватило до война, Колобанова и эпичнейшей победы. Но хватило для получения первого места в нашем топе и мы дарим игроку Дед Ракал утешительную тысячу игрового золота. Что поделаешь, иногда дерьмо случается и мы можем лишь иронизировать над этими ситуациями, потому что иначе никаких нервов не хватит. С вами был Луар, подписывайтесь на канал. Так, ребят, давайте. Да не дуйте, давайте, овалите, давайте.